Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новость «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Нетрудное трудоустройство. Работодатели выстроились в ряд за специалистами разных отраслей. В Анапе прошла очередная ярмарка вакансий. Не дать гриппу шансов. Почему так нужно и важно поставить защиту от сезонного заболевания, рассказывают специалисты. День города – праздник каждого двора. Чем будет радовать и удивлять Анапа жителей и гостей в свой день рождения. Как обезопасить воспитанников детской школы искусств номер 2 города Анапы? Нужны ли знаки дополнительной информации на стоянке у городской поликлиники? И будет ли внедрена схема кольцевого движения в районе Красной площади? Обсуждали сегодня в администрации курорта на комиссии по безопасности дорожного движения. В ходе свещания даны ответы на вопросы, присланные исполняющему обязанности главы Анапы Юрию Полякову по электронной почте от пользователей социальных сетей. На улице Кирова в Анапе перед Сбербанкой в детской школе искусств – постоянная стихийная стоянка. На комиссию вынесен вопрос, касающийся безопасности детей. Ограничить стоянку, не затрагивая, может быть, Сбербанк. Там можно разделить территорию на две части, выставить либо цветочные газоны, либо ограничители движения въезда на территорию перед самой детской школой искусств и домом детского окружающего. Аргументы комиссия признает весомыми и планирует выехать на место для того, чтобы составить схему новой парковки. По поручению исполняющего обязанности главы Анапы Юрия Полякова, комиссия рассматривает обращения Романа Шиловского. Одно из них – об установке на хуторе Усатого балка дорожных знаков, обозначивших начало и конец населенного пункта. Эти знаки действительно нужны, потому что на данный момент сейчас можно ездить со скоростью 110 км в час. Никаких ограничений по знакам там не существует. Сделали дорогу, соответственно, все едут большой скоростью, населенный пункт, дети ходят в школу. Положительное решение принято. Знаки установят управление ЖКХ, так же, как и на стоянке у городской поликлиники, где разметку на местах стоянки для инвалидов необходимо дополнить специальными знаками. На повестке дня – вопросы пользователей социальных сетей, адресованные исполняющими обязанности главы Анапы Юрию Полякову. Первое, с чем встречаются миллионы туристов и тысячи анапчан – это проблема с заторами на ЖД вокзал. Данный вопрос сейчас находится в рассмотрении у нас. 1 октября управление архитектурой нужно предоставить схему организации движения, после чего будут решаться вопросы по дальнейшей судьбе организации дорожного движения на ЖД вокзал. Ну да, там, скорее всего, будет реализация полная с удобными парковками, с альтернативными парковками. Как решить проблему пробок и транспортных заторов на въезде в Анапу – еще один вопрос от анапчан. Юрий Кудрявцев рассказывает. Въездные трассы – дороги регионального значения. В адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены предложения по организации кругового движения в районе «Россиянки» и строительству четвертой полосы на участке от «Россиянки» до улицы Северной. Когда будет организовано кольцевое движение в районе Красной площади? Сейчас решается вопрос по разработке проекта организации дорожного движения. Министерство транспорта дало согласие на внедрение этой схемы. Начальник отдела ГИБДД Анапы напоминает. Недельный эксперимент, проведенный в январе 2017 года, дал положительный результат. Внедрение новой схемы действительно облегчит движение, избавит этот район от пробок. Объезд в город, да, будет транспорт идти намного быстрее, без отруднений. Кому нужно направо, по кольцу уходи, кому прямо. Временные затраты буквально 1-2 минуты. То есть на объезд не прямо поехать, а по кольцу объехать. На следующем заседании комиссия планирует рассмотреть вопрос оптимизации движения на улице Шевченко на выезде из города. Анапчане, представители власти и ветераны локальных конфликтов возложили цветы к монументу «Три свечи». Мероприятие приурочено к 74-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Школьников призвали не забывать освободителей, а также тех, кто принял на себя всю тяжесть после военных лет. Среди них было много таких же мальчишек и девчонок. Враг отходил в сторону Керченского пролива. Линию обороны в районе станицы Благовещенская наши войска прорвут только через неделю. А в эти дни, 74 года назад, в только что освобожденной Анапе приступили к восстановительным работам. Мы помним о том, что 13 месяцев Анапа была под метод фашистов. Сегодня наш президент Владимир Путин делает все возможное для того, чтобы день освобождения Анапы был один именно в этот день. Чтобы других вариантов, и тех, кто хочет нас поработить, кто хочет землицы наши отделы, не было и никогда не будет. От имени исполняющей обязанности главы муниципального образования доктора Анапы Юрия Федоровича Полякова прошите пожелать всем присутствующим, анапчанам, ветеранам, мирного неба над головой, доброго здоровья и счастья. Большая часть участников мероприятия – школьники. Выступающие подчеркнули, что восстанавливать Анапу после оккупации приходилось их сверстникам, те, кто постарше, были на фронте. И сегодня такие встречи проходят именно ради них. Многие, знаю из вас, смотрят фильмы о Великой Отечественной войне. Смотрят и оценивают, как воевали наши предки. Вместе с тем вы думаете о том, какая боль была в это время, когда была захвачена Анапа. Сколько было расстреляно и погибших в жизни жителей нашего прекрасного города. Помните, что это не просто день для вас, а это день, когда мы должны вспомнить тех, которые защитили и освободили наш город и нашу Родину. Митинг проходит у монумента, который символизирует конфликты современности. Ветераны войны в Афганистане рассказывают, что воспитывались на подвигах солдат и офицеров Великой Отечественной. Вернувшись домой, мы тоже считали, что все, больше ничего не будет, хватит. Но была Чечня. И тоже это все легло на плечи молодых пацанов, на плечи их матерей. И вроде бы все хорошо, Россия начала подниматься, сейчас Сирия. И дай бог, чтобы на самом деле это было последнее. К монументу возложили венки и цветы. В эти дни памятные мероприятия проходят по всему городу и в сельских округах. В рамках всекубанской акции «Планета ресурсов» Анапский центр занятости провел очередной ярмарку вакансий. В ней приняли участие около 30 работодателей и порядка 400 соискателей, в их числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них в городе-курорте создаются все условия, в том числе и для трудоустройства. В Анапе ярмарка развернулась на базе Анапского сельскохозяйственного техникума. На этот раз работодатели представили около 600 вакансий самых разных направлений. Строительство, санаторно-курортная, отрасль здравоохранения, социальная сфера. Также здесь могли найти себе работу и люди с ограниченными возможностями здоровья. В Анапе уделяют особенное внимание этой категории населения. С августа месяца этого года подписано постановление администрации. Количество рабочих мест для инвалидов увеличилось. Поэтому представлено больше вакансий для инвалидов и есть возможность для их трудоустройства. Представители Анапского филиала Всероссийской общественной организации «Глухих» провели для работодателей небольшую презентацию, как правильно общаться с людьми с нарушением слуха. Оксана Умненкова приехала в Анапу год назад. По профессии врач. Сама воспитывает ребенка-инвалида. Поэтому выбрала работу, в которой сможет помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. То, что они постоянно нуждаются в помощи, это, конечно, понятно всем. То есть, чем больше будет людей, специалистов таких, квалифицированных, тем полезнее жизнь будет у людей, насыщеннее, активнее. И это польза всему обществу. В кадрах остро нуждается и анапский главпочтам. В последнее время у Почты России наблюдается значительный отток кадров. Но сейчас, по словам представителей организации, ситуация стабилизируется, идет набор новых специалистов. Вот и на ярмарке стенд Почты России вызывает интерес у соискателей. Ситуация, если ее сравнивать с летним периодом, она начинает выравниваться. Народ возвращается на Почту России. Ваканты есть. Есть у нас проблемные отделения, особенно сельские. Это Воскресенский, Цибанобалка в том числе. Но сейчас народ обратно потянулся. Ситуация восстанавливается, еще раз повторяю. Почта начинает работать в основном режиме. В этот раз ярмарку вакансий посетили 364 человека. Всего же на учете в Анапском центре занятости состоит 500 соискателей. Специалисты центра говорят, что на сегодняшний день могут предложить на выбор почти 1800 вакансий. По всем вопросам трудоустройства жители могут обратиться по адресу. Город Анапа, улица Калинина, 12, корпус А. Телефон 3-14-29. В Анапе готовятся поставить барьер эпидемии гриппа. В этом году ожидают нашествия позапрошлогодних штаммов. Болезнь грозит особо опасными осложнениями. Кроме того, большая вероятность, что сезон гриппа и ОРВИ может начаться на месяц раньше. Персонал санатория Делуч проходит вакцинацию. Процедура занимает считанные минуты и является обязательной практически для всех. За исключением тех, у кого есть противопоказания. Случаи единичные, но они тоже бывают. Здесь собственная медицинская база, немало специалистов с учеными степенями. По их оценке, сегодня противогриппозная вакцина эффективна даже с учетом того, что пациенты приезжают со всей страны. А в разных ее концах могут распространяться разные штаммы вируса. За 10 лет моей работы здесь, мы проводим и проходим эту иммунизацию, кстати, бесплатно для всех наших сотрудников. Я не видела, чтобы у нас, в принципе, болели гриппом. Мы работаем круглый год. К нам пациенты приезжают, начиная с 1 января фактически, да. То есть мы, да, фактически без отрыва на праздники, на каникулы. И у нас сотрудники должны быть все в хорошем работоспособном состоянии, чтобы могли принимать наших пациентов, принимать, сидеть на приеме красивыми, да, сидеть на приеме здоровыми. Врач излечился сам. В поликлинике в этом году готовы поставить почти 60 тысяч прививок. Сделать это можно совершенно бесплатно. Пожилых людей пропускают без очереди. Задача установить так называемый эпидбарьер. Для этого прививки должны получить около 40% населения. Каждый человек должен нести гражданскую ответственность. Она в чем заключается? Даже если вы, молодой, здоровый человек, заболеете и перенесете достаточно легко этот грипп, то ваша беременная жена или ваши пожилые родители, или ваши детки, они принесут это в очень тяжелой форме. И таким образом вы подвергаете всю свою семью, работников, которые с вами сотрудничают, подвергаете их риску. Поэтому в первую очередь мы призываем людей к гражданской ответственности. Сейчас уже вопрос звучит именно так. Опасен не сколько грипп, сколько его осложнение – пневмонии. Прививка практически сводит на нет вероятность их возникновения. Болезнь, если и возникает, то протекает относительно легко. Для того, чтобы выработался иммунитет, необходимо поставить прививку примерно за месяц до начала пандемии. В этом году ее ожидают уже в октябре. Примерно на месяц раньше, чем обычно. В хуторе Утаж провели ремонт в Доме культуры. Во главе этого и ряда других начинаний – местно-территориальное общественное самоуправление. На торжестве в честь Дня города его представители получат заслуженную награду. В зале Дома культуры – хутор Утаж, свежий ремонт. Здание построили в конце 50-х годов прошлого столетия. Сама коробка и фундамент крепкие, но полы сгнили. В 90-х годах помещение оказалось фактически заброшенным. Местные жители решили, что им вполне по силам привести его в порядок. Бросили клич среди местной молодежи. В прошлом году начали выносить скопившийся хлам, досыпать песок в фундамент. Население Утажа – около тысячи человек. Из них около 50 студентов и школьники. Они помогают пожилым людям, по хозяйству участвуют в субботниках, следят за памятниками. Если они все свободны, то только скажи, у нас такая молодежь активная, их всех свистнет, что они уже все здесь будут. Такие быстро собираются ребята. Они ответственные, быстро идут на контакт, поэтому они откликаются. Завершить ремонт в Доме культуры помог городской депутат Евгений Янишогла. Оксана Штейнбрехер возглавляет территориальное общественное самоуправление. Не так давно обратилась в муниципалитет с просьбой оборудовать фельдшерский пункт. Здание отремонтировали, теперь на хуторе есть свой медик. В этом году местный ТОС занял второе место на муниципальном конкурсе. Для нас это хорошее достижение, что мы процветаем, что у нас идет жизнь впереди. Все это для наших детей, для наших пожилых людей, что мы можем еще больше сделать, чем мы сделали. Награду вручат на главной сцене в День города. К ней полагаются деньги, которые можно будет направить на дальнейшее благоустройство. Здесь хотят огородить детскую площадку, поставить новые тренажеры. Но главное, никогда не останавливаться на достигнутом. Победители конкурсов ТОС и других анапчан, внесших неоценимый вклад в развитие курорта, будут участвовать завтра в городском театре. Но вечернее торжество – не единственное событие, которым будет отмечен День города. Завтра с раннего утра она попревратится в большую праздничную площадку. На улице Горького с 10 утра начнет работу кубанская ярмарка предприятий сельского хозяйства, виноделия и торговли, а также ярмарка народных ремесел. В этом году в ней примут участие более 50 мастеров. В это же время на сценической площадке «Ракушка» будет проходить фестиваль казачьей культуры «Нет милее и краше Кубани нашей». В 11 часов в сквере Гудовича развернется молодежный квартал с множеством интерактивных площадок. В Ореховой роще в течение дня будет проходить библиотечный фестиваль «Край наш, кубанские, родная земля». В 19 часов в городском театре начнется торжественная программа «Славься мой город в великих делах», а в 20 часов на театральной площади стартует концертная программа «Анапа. Лучший город на земле». В качестве творческого подарка анапчан и гостей курорта ждет выступление группы «Белый орел». Завершится день города в 22 часа праздничным салютом. Одно из самых любимых и ожидаемых анапчанами мероприятий на день города – молодежная тусовка в сквере Гудовича. Управление по делам молодежи, Центр от мира и 21 век все вместе готовятся устроить праздник. Найти свое место под солнцем в молодежном квартале сможет каждый, обещают организаторы. Завтра на территории сквера Гудовича Управление по делам молодежи организует интерактивное пространство для всех жителей и гостей нашего города, уже ставший традиционный молодежный квартал. Здесь найдут себе применение абсолютно все, от мала до велика. Будет установлена хедмейт-зона, где можно что-то сделать своими руками. Ставший уже традиционный веревочный парк, где любой сможет попробовать свои силы и принять участие в турполосе. Лаунч-зона заслуживает отдельного внимания, ведь здесь можно спокойно поиграть в настольные игры, просто отдохнуть, расслабиться, почитать книгу. Будет также, кстати, о книгах из зоны свободного микрофона. Здесь традиционно собираются наши молодые авторы, поэты, люди, которые могут и умеют декламировать стихи. Мы вас ждем, если есть желание, пожалуйста, приходите. Но еще о чем бы я хотела сказать, это на территории нашего города существует клуб молодой семьи. Он работает у нас уже несколько лет, и в этом году мы проводим турнир по городушному спорту среди наших молодых пар. Их у нас немало в нашем клубе. Они участвуют в этом турнире и получают призы. Поэтому, если у вас будет желание, вы также сможете записаться на наш клуб и принять участие в этих соревнованиях. Приходите, ждем, обещаю, что будет интересно. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на нашем сайте и на официальном сайте администрации города. И еще одно интересное событие, которое ждет нас завтра. Фестиваль колокольного звона «Благовесту моря». Его участники уже собрались и сегодня на большой сцене попробовали свои силы. За репетицией наблюдала наша съемочная группа. Первые звуки колокола уже звучат на театральной площади. На главной сцене Анапы участники фестиваля «Благовесту моря» устанавливают звонницы. И, конечно, пробуют силы. Завтра состоится галоконцерт и мастер-классы для новичков. 13-летний Филипп уже может встать в ряд наставников. Признается, что полюбил эту музыку с раннего детства. Начал с малого детства. Раньше я залазил к знакомым на колокольную, когда служил в алтаре. И знакомый, то есть дьякон, он давал позвонить. Я хочу стать священником, звонарем, чтобы у меня был свой храм и свой приход. В этом году заявки на участие подали 25 коллективов звонарей из Краснодарского края, Нижегородской и Московской областей, Москвы, Саратова, Самары, Ставропольского края. Мы звоним на колокольнях и звонницах при храмах. Для нас это очень важно, поскольку колокола являются неотъемлемой частью богослужения. Но выход на сцену, возможность донести до людей красоту колокольного звона и вдохнуть духовность в происходящее действие для нас очень важно. Важно поделиться этой радостью, которую мы сами испытываем, слушая и исполняя колокольные звоны. Стать зрителем мероприятия все желающие смогут уже завтра с 11 до 16 часов. Учиться у лучших. Участники президентских состязаний, которые проходят в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена», побывали на мастер-классах известных российских баскетболистов и футболистов. Школа 2.0 в партнерстве с Российской Федерацией баскетбола организовали всероссийский тур под названием «10 тысяч километров». В рамках проекта профессиональные спортсмены ездят в регионы и проводят уроки, тренерские и судейские семинары. Сегодня мастер-класс по баскетболу в «Смене» проходит под руководством именитых спортсменов Александра Онищенко и Владимира Дичка. В «Смене» проводятся, можно сказать, глобальные соревнования, то есть не первый год, всероссийские спортивные состязания, программа которой входит в баскетбол 3х3, который в этом году вошел в олимпийский вид спорта, в олимпийскую семью. Поэтому мы сегодня приехали не то, что научить чему-то детей, а пообщаться с ними, чтобы они получили удовольствие и поделиться опытом. Координация, гибкость, сила, скорость и действия в команде. Баскетбол позволяет комплексно развиваться молодежи. Валерия Королева из Ставропольского края об этом виде спорта знает не понаслышке. Девушка занимается им уже 4 года и обучается в школе олимпийского резерва. Это очень впечатляюще, потому что приехали такие крутые люди, и они нам учат, учат быть лучше. Мы узнали Евростеп, всякие броски разные на технику, на равновесие. Очень интересно было. Проект «Школа 2.0» позволяет популяризировать и развивать баскетбол в России. А подобные мастер-классы в смене – отличный старт для будущих чемпионов. «Звезды футбола детям». Такое название носит проект, в рамках которого в смену приехали известные российские футболисты Алексей Медведев и Дмитрий Сенников. В начале мастер-класса упражнения для разминки. В первую очередь каждый футболист должен уметь удерживать мяч. В этом помогут упражнения по контролю ведения. После отработки технических приемов – проверка. Для участия в эстафете сменовцы делятся на 8 команд по 6 человек. В финале мастер-класса участники показывают, чему научились во время футбольных матчей. По впечатлению у меня с моим другом отличные. Мы играли в футбол. Нас учили, как передавать мяч, учить, как его набивать. У нас, конечно, не получилось выиграть, но мы старались со силами. Очень приятно, что столько много детей любят заниматься спортом. Особенно сегодня порадовал мастер-класс. На футбол пришли не только молодые ребята, но даже девчонки с удовольствием играли. И я хочу сказать, что уровень подготовки достаточно очень высокий. Умеют все и обрабатывать мяч, и вести его, и бить поворотом. И в футбол прекрасно поиграли. Даже голы друг к другу позабивали. Новые навыки и опыт. Участие в каждом мастер-классе – шаг к победе. Это точно знают участники президентских состязаний 2017. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 23 сентября в Анапе ожидается переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Ночью прохладнее – 18 выше 0. Ветер переменный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программ новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь. Начинают первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова